Что еще происходит на временно оккупированной территории? Об этом мы хотим поговорить с Татьяной Ивановой, юристом, экс-представительницей украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Татьяна с нами на связи, надеюсь... Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, по вашей информации, вот такие ужасные случаи, в частности мы говорили о расстреле семьи в Макеевке, Донецкой области. Вот это исключение или это давно стало печальным правилом для тех людей, которые, к сожалению, оказались в оккупации? К сожалению, риском люди, которые остались в оккупации, подвержены с каждым днем все больше и больше. Если вначале это были риски, что люди, которые никогда не держали оружие в руках, взяли оружие и применяли они его на свое усмотрение, и, естественно, были всякие случаи, в том числе и случаи убийства, но это были вначале не настолько массовые по отношению к людям, которые там не были патриотично настроены или патриотично, но публично это не высказывали. И если это люди, которые там поддерживали власти, у них было, конечно, меньше рисков, то сейчас, когда жизнь на этих территориях становится все сложнее и сложнее, воды нет, с деньгами все тяжелее, с обеспечением все труднее, люди ищут средства, во-первых, как выжить, во-вторых, в связи с этим возникают серьезные скандалы, серьезные непонимания, а в-третьих, они возникают еще и на политической почве, сейчас даже начали возникать на религиозной почве, и люди подвержены там большим рискам все больше и больше. И это будет на распаде, это будет продолжаться. Есть ли у вас информация о тех людях, которые хотели бы выехать из области, и есть ли возможность помочь им? Помочь этим людям нам, Украине, здесь на подконтрольной территории очень тяжело, потому что, во-первых, часть людей, они не могут пересечь вот те блокпосты, которые были созданы ДНР, люди там находятся сейчас практически в резервации, единственный способ у них выехать, практически единственный, очень мало кто может вырваться в Украину, это выезжать в Россию. Они выезжают в ближайшие населенные пункты в России, это Ростов, и дальше уже перебираются из Ростова кто куда может, у кого где есть родственники, кто-то может доехать до границы с Европой и перебирается в Европу, кто-то оседает в России. Причем из тех, с кем общаюсь я, это в основном жители Донецкой области, большая часть, которая выехала в Россию, они считают, что они туда выехали временно, и они хотят вернуться назад в Украину, когда закончатся боевые действия. Скажите, Татьяна, возможно, мы зря иронизируем, зря подвергаем сомнению, вот информацию, которая была у нас в сюжете, о том, что в России утвердили план социально-экономического развития ЛНР на следующий год. Что они там развивают? Может, действительно что-то развивают? Мы об этом не знаем, мы зря смеемся. И почему именно год? Ну, вы знаете, после того, когда мы увидели этот план, ну, как бы уже даже не до смеха, учитывая, что Луганская область — это всё-таки территория Украины, за которой у нас болит душа, и мы переживаем за эту территорию, мы переживаем за людей, которые там остались. Поэтому, когда смотришь на вот такие перспективные планы, то как бы мне вот, например, не довесели, мы тоже шутим, и тоже есть уже и мемы между нами по этому поводу, но по большому счёту мы все понимаем, что это не весело. Такие планы свидетельствуют о нескольких аспектах. Ну, первое, даже руководство Российской Федерации не верит в то, что Луганская область останется под контролем России. Иначе бы эти перспективные планы были не на год, а хотя бы на три года, на пять лет. А когда перспективный план, мы же понимаем, что никакой перспективный план не может быть на год. Он уже тогда по определению не перспективный. Потому что перспектива в год, ну, это действительно весело. Второе, о чём это свидетельствует, о том, что Россия не собирается вкладывать деньги в эти территории, потому что перспективные планы, они подразумевают финансирование. И к Луганской области сейчас отношение, как и ко всем остальным регионам России, денег нет, но вы держитесь. Потому что, ну, какой может быть перспективный план, без серьёзного финансирования. Ну, и ещё и много других составляющих, которые мы понимаем, что такие планы, ну, это практически отсутствие плана, как такового. Тем более, о какой перспективе можно говорить, когда за год серьёзных каких-то проектов реализовать практически невозможно. 8 лет зато инвестировали в виде обстрелов и промывания людям сознания через свою пропаганду. Да, а если ещё учесть к этому, что территории действительно разрушены, их 8 лет там шли какие-то, кроме того, что боевые действия, вырезание предприятий, сдача серьёзных заводов на металлолом, всё, что там находится на территории этих заводов, вывоз оборудования в Российскую Федерацию, а то о чём, о каком годе можно говорить, о чём. Татьяна, да. Большое вам спасибо, Татьяна. Татьяна Иванова была с нами на связи, юрист, экс-представительница украинской делегации в трёхсторонней контактной группе.